Бывают ситуации, когда можно и из горла выпить, если есть только... Из горла анестетичная стаканчика хорошая. Не знаю, шампанское из горла вкусно. Вкусно? По-моему, я всегда носом веду. Ну, надо чуть-чуть, это надо откалибровать темп-темп. У нас сегодня в гостях Владислав Маркин, лучший семиле России. И такой вот вопрос. Вот Владислав променял карьеру специалиста по защите информации на бухло. На бухло просто поменял такую великолепную специализацию. Мы на эту тему как раз с Кириллом смеялись, что наверняка где-то пытали, слил информацию. Просто видно, что я очень плохо защищаю информацию, что удалось меня пробить очень быстро. На самом деле вопрос, что подвигло? Может быть какое-то вино определенное? Тебе там дали сосекая 98-го года, ты выпил бокальчик в Пензе, между прочим, и ты решил, что вот это мое. Да нет, но на самом деле не так это все было. И я в школе, когда винный учился, я вспомнил одно вино, которое непотребно употребил. Это было великое Шато Марго до 2002 года. Мы ехали с банкета, одного правительственного банкета и просто пили из горла это вино. А, он его так вот утащил, да? Нет, там просто осталось абсолютно спокойно. Ну а связи с универом не получилось. Мне не понравился университет, в котором я учился. Я не доучился. Начал работать в ресторанах. И постепенно от официанта дошел до помощника шеф-повара. Потом барменеджером стал, и мне передали вино. А я в вине вообще не разбирался. У нас не было какого-то там семейного культа вина, что типа мы там встречались и там крутили бокальчики, и что-то там дегустировали, декантировали. Ничего такого не было. Поэтому, когда пошел в винную школу, меня это затянуло. И потом, наверное, очень удачная серия проектов, в которых работал, все это только поддерживало и улучшало любовь к вину. А вот этого магического эффекта там, одна какая-то бутылка, и все. Ты становишься сомелье такого, не знаю, мне кажется. Может, у кого-то и есть, но вот точно не со мной. А во сколько первый раз попробовал? Сколько было лет, когда первый раз вообще вино попал? Какой старшийся? То есть, ты подтягиваешься, чтобы нас как бы тут забанили все. Нет, только после исполнения 18 лет. Только после 18 лет. Только в проверенной компании. Нет, вот вопрос такой. На самом деле уже такой, мне кажется, профессиональный. Значит, в ресторан приходим, там примерно такая всегда история. Красное вино, если там уже какое-то подороже, начинаются варианты пляски с декантацией. Любите? Потому что, допустим, я сразу хочу сказать, мне это не нравится. Мне нравится, когда вино декантируется в бокале, и мне нравится вот бутылку выпить. И каждый глоток, оно разное. Ну вот, это как бы ключевой вопрос, на котором мы можем сейчас закончить всю эту встречу. Вино надо пить так, как любишь сам, и с тем, с чем любишь сам, и с теми, с кем любишь тоже, соответственно. Вот, потому что вот эта вся история, это действительно, это работа с клиентом, это ухищрение и улучшение и удорожание сервиса, но по факту, да, любому практически вину нужно подышать. Любому вину идет на пользу общения с кислородом. Вопрос количества этого кислорода. Это можно действительно взять хороший бокал и накрутить в нем, грубо говоря. Можно взять маленький декантер, можно взять большой декантер, можно взять там сумасшедший декантер, когда ты там на стремянку встаешь, заливаешь, и он куда-то там на минус первый этаж только поступил. Я думаю, скоро и такие появятся. А так, по факту, ну, кислород – это важный элемент развития вина. Он может работать как позитивно и раскрывать, и улучшать вино, так и негативно, что там откроешь какую-нибудь бутылку там лафита 58-го года, нальешь вот в такой вот плоский декантер, и все, и размажешь просто это вино. Потому что у него никогда не было такого общения вот с огромной порцией кислорода. Поэтому это классический элемент. Я помню, у нас был, когда я работал в White Rabbit Family, ресторан Кутузовский 5. Вот там я позволял себе делать с вином то, что я считаю нужно. То есть там желание гостя, я к нему прислушивался, но, тем не менее, рекомендовал, как надо делать это правильно. Потому что все эти вины я знал, они прошли через меня не один раз, и я просто говорил, ребят, вот вы заказываете этот аргентинский мальбек, мы сейчас сначала нальем вам по бокальчику там легкого красного, а этот мальбек полчаса постоит в декантере. Вот тогда будет прям вообще кайф. И все было здорово. А вот эти фишечки красное для мяса, белое для рыбы, мне нравится, у меня сегодня хорошее настроение под белое, но мне вообще пофиг там, стейк или не стейк. Вот, нормальная история, вообще нормальная. Потому что я тоже считаю, что это как это, вот у тебя настроение такое есть и кайфово. Потому что, по большому счету, понятно, что, наверное, какие-то такие есть там правила, но это все равно уж такое, каждый человек индивидуальный. Ну, абсолютно, да. Это, ну, история такая, ну, вот я не знаю, хочу я рыбы, и тут же я хочу красного вина. Красного вина, да. Мне что, сначала поесть, а потом попить? Ну, да, да. Я много видел таких людей, кто там заказывает устрицы и заказывает красное вино, ты думаешь, боже, это вообще, это трэш вообще просто. Я там пробовал, это как будто ржавое железо пожевать. А смотришь на него, он просто ест вообще, вот ставь камеру, снимай, и вот у людей, у которых проблемы с аппетитом, он будет просто исцелять их всех. То есть, это дело вкус. И вино, и еда, это дело вкус. Кто-то много солит, кто-то без соли ест, кто-то вообще там соусом барбекю все заливает. Ну, какие проблемы? Короче, сейчас все сломаем все традиции. Нет, ну, я все-таки хотел немного вернуться к декантации. Ну, как? В винных школах, то есть, ты закончил Энотрию. Да. Там учат декантации, то есть, там декантируют и красные, и белые, и игристые, если потребуется. Ну, там, я думаю, это показывают, потому что у нас в стране есть школы вина. У нас нет школ Сомелье. Профессия Сомелье, это действительно профессия, и тут... Что, ностальжи была школа, по-моему? Да, была, была. Сейчас вне, да? Именно то, что она была, и сейчас, по факту, есть какие-то там единичные курсы, когда приезжает кто-то там из Европы, из мира, два-три дня рассказывает, как там эффективно создавать винную карту, какие вины в тренде, какие регионы в тренде, какие-то примочки там из личного опыта и все остальное. По факту, у нас нет школы Сомелье, которые учат делать винные карты, работать с гостем, декантации, аэрации, сервис различных вин, внимание к бокалам, и там уж всякие юридические моменты, типа там инвентаризации, работа с ЕГАИ, с Росалкоголя регулирования, справка о деколитрах и все остальное, про это вообще никто не рассказывает. Вот, поэтому у нас учат, что такое вино и алкоголь, где его искать, но даже не учат там, какие у нас есть виноторговые компании и как с ними работать. В свое время я был в ресторане, в котором даже воду декантировали, то есть было 15 или 20 сортов воды, и там даже воду декантировали, и под это все подгоняли какую-то историю. Но там она просто хлорирована была. Я это люблю тоже. Я работал в одном ресторане, в котором тоже было видов 30 воды, потому что, типа, гости были настолько навороченные, что там я пью Эвен, я не пью там Сан-Пелегрин, и это я не пью, и в итоге у нас половина этой воды тухла, потому что не было оборачиваемости. Вот, и там ее хоть декантирую, хоть хлорирую, хоть делаю все что угодно, но главное, чтобы она была питьевой и живой. Поэтому... Слушай, расскажи про тренды. Есть вот у вина тренды какие-то. У напитка, в принципе, есть тренды. Мы говорили с Костей Плесовских недавно. Он рассказывал про тренды на... На подкрашенный, наверное, как подкрашенный, на цветной алкоголь, которые возвращаются. Вот, что вот по вину? Ну, что бы... Био, да? Да, нет, уже, наверное, био даже у нас в стране уже это не вызывает... Био, имейте в виду биодинамические. Ну, биодинамика, органика, натуралка, вот эти все биошмио... Безалкогольная вина. Безалкогольная, да. Да, но это не то, чтобы тренд. Безалкогольное вино – это скорее данность. Надувная баба, безалкогольное вино – все. Ну, вот да, вот как бы все эти истории. Я пробовал все, что дают в Симпле, и в Симпле дают невкусное безалкогольное вино. Адекватные тренды – это игристое шампанское и розовое вино. Вот все, как бы сейчас, если говорить про нормальные вещи, в винных картах становится больше розового вина. Зачем-то, и я пока не могу понять, потребитель требует дорогое розовое вино. Типа, а что это, вот белое может стоить 100 тысяч, красное может стоить миллион, а розовое стоит только там до пятерки. Типа, где великие розовые вина? А их нет. Их нет. Да. Их нет, потому что их не бывает. Их нет. Да, ну, потому что и нет смысла, и их нет. Ну, да, потому что это такое, пивко. Там пара производителей пыжились с этим. Ну, окей, там достаточно дорогое. Это проект, не знаю, как они его там поделили, Жале и Пита, Мироваль. Шато да Мироваль из Прованса. Ну, шампанских, наверное, розовый там тоже. Ну, шампанских, нет, почему-то они дороже, кстати. Шампанское и розовое – это отдельно, да. Но почему-то, кстати, непонятно. К сожалению, в полтора раза все время дороже белой своей версии. Вот меня это обламывает, по-русски говоря. А просто розовое, ну, я не знаю, они должны быть легкими, такими ненавязчивыми. Типа ты вроде пьешь белое, но с красным каким-то тоном. Легкое, можно там льда закинуть. И как бы вообще сразу мысленно переносишься куда-то в Прованс, в итальянскую там Ривьеру, Лазурка. И все как бы красиво нарядно. А шампусик розовый, правда, говорят, что это как бы купаж красного с белым, поэтому розовый? Это один из методов. Есть два метода производства розового шампанского. Либо мы белое смешиваем с красным, получаем розе. Либо мы берем только красный виноград, отжимаем сок, настаиваем на кожице. Он окрашивается до насыщенного уже такого розового оттенка. Это называется метод кровопускания или по-французски сенье. Ну, или мацерации на кожице. И вот эти такие дорогие дома, где там как бы розовые сумасшедшие деньги стоят, они каким обычно? Смешивают. Это проще, это удобнее, это быстрее, это надежнее. И вкус получается легче. У второго метода забирается танин, то есть вот эта терпкость и сухость вина. И это уже в основном делают маленькие производители, рекольтаны. И у них это там иногда вообще в шизуху уходит. Там пахнет всякими бастурмой, специями, пряностями. Ну, да, да, да. Не, ну просто серьезно. Я один раз открывал розовое шампань, оно просто пахнет прям бастурмой. Прикольно. Даже специально не заморочили, взяли бастурмы, нарезали. Получилось очень. На самом деле можно сказать, что многие не знают, что даже белые шампанские, там они чаще всего там, ну, один из виноградов пилонуар, как бы красный, а из него получается белая шампанская. Да, ну вот два красных сорта, они легко окрашиваемые. Это там не саперави и не красностоп какой-нибудь наш отечественный, у которого сок уже розовый, даже такой красноватый. Саперави – это такое, конечно, смело. Ну а что? Я просто вот пару дней назад пил очень вкусные саперави, поэтому до сих пор в голове. Серьезно, да? Да. А что, у нас тут есть такие достойные все, да? Да. Ну, у нас саперави очень хорошо получается. Просто вообще не верю прям. Я всегда всем говорил, как бы русские ассоциируются с водкой, и мы все пили водку там Грегус, Абсолют, но только не русскую. Вино – это маленечко посложнее, чем водку. Ну да. Да, и чего это оно у нас должно получиться? Ну а почему нет? У нас есть… Потому что даже водка не получилась. У нас есть земля и теруар, поэтому почему бы… Там еще нужны руки. Земли-то у нас всегда много. Не, ну водки теруар не нужен. В водке нужна правильная очистка и там хорошая вода. И хорошее, ну базовое сырье, не гнилые там картошки, как у нас пихали, а хорошие там злаковые какие-то зерновые. Ты в наше виноделие веришь? Очень. Сильно, да? Ну, я не могу сказать, что я прям готов отказаться от всего остального виноделия в мире. Вот, но я могу сказать, что там за последние 10 лет все у нас становится лучше. А если по странам какое любимое? Шампань. Шампань. Не-не, ну то есть… Франция, да, ну как это, в винной школе нас всегда там третировали и говорили, вы должны любить все вины мира, потому что в любой стране есть хорошее вино, хорошее виноделы. Да, ты как бы вот, ну я больше 10 лет этим занимаюсь, и я понимаю, что да, там есть и в Новой Зеландии, и в Австралии, и везде-везде-везде есть хорошее вино, но когда у тебя есть выбор, ты все равно пьешь Францию. И потом в редких случаях Италию. Я когда был молодой, у меня все началось с Испании, потом на Италию, а потом на Францию. Ну, я уже не могу никуда, потому что я Италию любое вино не могу пить. Причем как бы дорого, недорого, без разницы. Для меня прямо это сильно все цветочно. Ну, не знаю, для меня в Италии просто есть то вино, которого нет аналогов во Франции, это пеймонские вина, барола, барбареска, из сорта Нибиола. Он просто уникальный, и он очень крут. Не знаю, но для меня просто такие вина, они прямо очень-очень-очень, я их называю душистые. То есть, я так не могу, мне нравится, когда там надо поковыряться, а тут такой бабах там. А почему так вкус трансформируется? То есть, все начинается с каких-то тонинных, тяжелых, а потом как-то все полегче, поутонченнее. Ну, вообще, в принципе, я обычно говорю, что есть такая некоторая пирамида развития вкуса. И вот наверху сидит самое зло, так скажем, с точки зрения цены. Да, там стоит шампанское, а потом есть уже пирамида, которая вверх уходит, и там старое шампанское. Потому что оттуда уже не возвращаются. Потому что старое шампанское – это уникальный вкус, и его в других винах ты не встретишь. То есть, ты уже дошел до точки невозврата, да? Да, 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 я уже там где-то пребываю. Сначала обычно все начинается, ну, либо с крепыша, либо там с коктейлей. То есть, это вот первые напитки, которые там попадают. Либо там пиво. Санте, когда виски и с колой. То есть, первые напитки, они, как правило, вообще там не связаны с вином. То есть, это вот там крепыш действительно, коктейли, там что-то такое. Потом начинаются, как правило, полусладкие вины. Красные, полусладкие. Потом более-менее там переход на сухие, но терпкие, мощные. Всякие вот опять мальбеки, шеразы, каберне-савиньоны, там грузинские вины и все остальное. Потом начинается вкус утончаться. Появляются постепенно легкие красные и появляется белое вино. Потому что белое вино до этого этапа вообще считается, типа, вообще не вино. Это что-то за фигня вообще. Нормальное вино может быть только красным. Потом постепенно растем, становится белое вино в приоритете. Кислотное белое вино. Уже можно игристое пить, не обязательно шампанское. И вот плавно-плавно наверху остаются там высококислотное белое. Легкие вообще почти на нерве красное и шампань. Вот примерно так и развивается вкус. Кто-то, конечно, там вскакивает в эту, вклинивается в пирамиду где-то в середине. Там, например, на белых винах. Говорит, типа, красное вообще не пью. То есть, не надо проходить все вот эти уровни. А что ты на меня смотришь? Я с девятого года на шампанском. Ем с мясом очень хорошо. Я до этого еще не хорошо. Вообще всегда хорошо. Поэтому, ну, каждый останавливается на своем уровне. У меня куча таких там друзей или клиентов, которые там 10 лет пьют одно и то же. Ты говоришь, ну что, вообще не хочешь ничего менять? Он говорит, а мне по кайфу. Много шампанских, знаешь, там открываешь, там три пузырька вообще. У меня есть такие шампанские тихие там, что там… Ну да, ну, тем не менее, я всегда говорю, что если шампанское даже выдохлось, оно все равно превратилось в хорошее вино. А это потому, что оно выдохлось, такие тихие? Просто его даже как бы так, когда продают, говорят, что там оно какой-то маленькой газации. Ну, маленькой газации – это все равно 4 атмосферы. 4 атмосферы – это два раза превышает давление в шинах. То есть, обычное нормальное давление 5,5-6 атмосфер. Те, кто там сейчас развлекается, делают пониженную газацию, это все равно не 0,5. Это там не 1,2. Это там 4, 4,5. То есть, все равно ты не чувствуешь вот это пузырей в носу, но они там все равно есть. В шампанское можно регулировать газацию, я не знал, я думал только в игристых, то есть, там, где искусственная газация, там можно регулировать. Не-не-не, конечно, ну, они там специально ставят такие, как термометры практически, которые в горлышко, и показывается, до какого уже уровня давления доходит. Поэтому и надо шампанское аккуратно открывать, потому что вылет пробки – это там примерно 100 км в час. А у нас как, вот это вот, мюзле, проволочку сняли, и с бутылкой ходят. Ну, чё, кто будет, кто будет потом кому-нибудь в глаз. На, и поехали. Я освоил сображ. Это тоже прикольно, но это тоже должно быть аккуратно, потому что... Ну, сам, блядь. Вот, ну, просто рукой, типа, чё там за бутылка? И почему-то никто не берёт бутылку нормально, вот, за бок, все берут сразу за горло. И всё. И в итоге потом руки разрезаны, едем в 0,3. А так, да, сображ красивый, можно там даже в домашних условиях, вот даже вот у вас здесь всё красиво и дорого, и богато, можно сделать аккуратно сображ, верёвочкой её привязать пробку, отсабрировал, и она вот осталась у тебя. Да нет, там уже такое состояние, когда сображ... Ну, это понятно, да, сображ – это уже когда режим гусарства. Ну, надо, раз про шампанское, надо сказать, на самом деле, из чего надо пить шампанское, мне кажется, надо пить... Ну, во всяком случае, я пью из нормальных, обычных винных бокалов, потому что это вино. Да, правильно. Да, да, конечно, во многих ресторанах приходишь, там все сидят с этими... Мензурками, да. Какая-то бредятина какая-то, как из этого просто... Ну, то есть, это изначально коктейльный напиток, чтобы он не разливался, чтобы человек мог ходить. Вот, но почему-то он у всех в голове, что надо именно из него пить. А как придумали флюте? Вообще, откуда оно взялось-то вообще? Вот это вот? Это штуковина. Нито не понимает. Это фуршетный, абсолютно хороший формат. Правильный блюдцом. На фуршете ты видишь, что тебе несут игристые. Потому что, когда несут бокалы, там непонятно, там это белое вино, игристые, и это вот максимум на фуршете должно оставаться. И то можно на фуршете взять этот свой флюте, попросить нормальный бокал, перелить и ходить пить нормально. Потому что теряется ароматика. У хорошего шампанского, помимо вкуса, есть красивый всегда аромат. А в этой мензурке невозможно даже нос засунуть, чтобы почувствовать какая-то там ароматика. Поэтому, ну, есть фанаты коктейлей всяких, керояля, беллини, там, рассини и всё остальное. Нет, так, в принципе, в ресторан приходишь, если шампанское смут. Даже, как сказать, брат Семелье никогда не приносит бокалы, что ребята там... Нет, ну, сейчас это такая тоже история, что там кого-то этим можно обидеть, типа, а я привык из флюте пить. Поэтому нормальные рестораны иногда упрощают сервис, подходят и говорят, знаете, там, мы шампанское подаём в винных бокалах. Вам винный бокал? Там сидят какие-нибудь девочки с неопределённой социальной репутацией. Вот, а они говорят, что это такое, винные бокалы? Он говорит, всё понятно, сейчас флюте принесу. Потому что, ну, когда ты, типа, чокаешься флюте, это, типа, шампанское, это праздник, а когда ты чокаешься винными бокалами, непонятно, что ты там пьёшь. Ну, и вообще, в целом, как-то это всё, вот это вот хлопок, пена, газация, там, наливаешь, вот это вот всё. Ну, я не знаю, мне кажется, с красным вином невозможно так сделать. Типа, ребята, такой праздник, и красный льёшь, там, на кого-то облил, там, все уже... Шампанское вся ассоциация, это как дорого-богато, это графия, это вся, там, так сказать, с утра шампанское. Никогда никто не говорил, я с утра обычно, там, красненьким. Всегда говорят, я с утра шампанское. Я аристократ, я по утрам пью спираль. Нет, я ни разу не слышал таких историй. Ну, они, кстати, там, не, ну, они, кстати, наверное, пьют, потому что там же все князья, там в Грузии, там нет ни князей, там все князья. В Грузии больше местное население пьёт белые сухие вины, поэтому у нас вот это ощущение, что там хванчикара и кинзмараули, это два грузинских главных вина. По факту нормального грузина возьми, он скажет, ну, там, какой-нибудь там хихи, мцваны, киси, вот такие они белые сорта пьют. Слушай, давай вернёмся к этому, к отечественным производителям немножечко, раз у нас зашло, про кихи и цваны, вот. Я просто к тому, что Вильям Ламберти сидел на этом месте месяц назад, и он тоже хвалил отечественное виноделие, то есть, точечно. То есть, я пробовал, вот я даже выписал Швеция, Маринчука, Бескаравайного и Олег Первого, что они делают. Мне понравилось, там, десертное от Олег Первого, ну, десертное, то есть, да, сложно его как-то оценить по достоинству, но похоже на, там, Пино де Шаран, что-то такое мне показалось во вкусе. Ну, мы просто перед началом передачи сказали, можно материться или нет, я вот сижу, думаю... Можно уже. Можно уже. Слушай, вот здесь, вот. Я сначала, правда, напрягся, что Вильям Ламберти здесь сидел и сказал, что я ему в 2019-м плохую видную карту сделал в сорта Ри Ламберти, вот, но пронесло. Да нет, ну, на самом деле, у нас полно классных виноделов, которые были, пили, знают и понимают. Это основная история. Точно так же у нас куча хмырей, которые говорят, мое вино самое лучшее в мире. Ты ему говоришь, нет. Назови фамилию не хмыря, который... Зачем нам тут это? Не, ну, мне просто интересно, потом... Не, у нас есть очень хорошие вот люди, которые действительно понимают, как делать вино. Паша Швец, потому что он в прошлом с Амелевым очень много отпахал в том же там и ностальжи, и пил лучшие вины мира, и был у лучших виноделов и виноторговцев в мире. Он понимает, что такое вино вообще глобально. Миш Николаев из Левкадии, Олег Репин, одноименный производитель. Да, на самом деле, много у нас. Вот, ну, там, в каждом хозяйстве есть мастера. Ну, просто вот когда... Это в целом в мире концепция. Когда ты общаешься с виноделом и говоришь, какое вино лучшее? Он говорит, мое. Ты говоришь, ну, понятно, давай. Вот, то есть он говорит там, ну, вот, мои вина такие. А еще там я уважаю там вот такого своего соседа, вот такого. Хочу научиться делать, как вот тот. Там, когда-то работал у этого. И все вот такое. То есть разношерстное должно быть понимание даже продукта. И я вот обожаю там. Приезжаешь к какому-нибудь виноделу, заходишь к нему в погреб, а у него стоят бутылки другие, не его вина, которые он пил и понимает, как вообще в мире виноделие устроено. Да, это я на самом деле такое не встречался, честно. Да, это круто. Ну, то есть когда ты пьешь только свое вино, ты как бы не знаешь вообще, оно нравится кому-то, не нравится. Ты вот его делаешь однобоко. И типа... Не-не, ну, я думаю, они-то, конечно, свое... Кстати, по жизни-то они много чего там пьют. Но как бы что-то там внутри своего погребка... Не, ну, русские виноделы очень мало пьют, и у них напиток вообще минимальная. Не, у нас в основном технологи. У нас вот они знают технологию. Берешь виноград, давишь, там, ждешь, смотришь, там, отжимаешь, все приятно, там, все по часам. А вот я хочу сказать, что здесь как раз, мне кажется, почему я не сильно не верю, у нас потому что там это все от ремесла, и это там очень много-много-много-много, и к тому же там реально люди живут просто в винной там стране, там, дед пил, прадед пил, он сам пил, и, короче, все пили. А здесь, когда это все немножко хоп, и типа я винодел, что-то я просто, я в это не верю просто. Потому что это реально, вот правильно сказать, это такая больше какая-то технологическая компания, где, мягко говоря, есть рецептура, где там постоянно приезжают какие-то товарищи с Италии, с Франции, бла-бла-бла, и говорят там, да, тут нормально, тут... Нет, такие у нас хозяйства тоже есть, которые просто делают вино. Вино, да. Они винодельни, они непонимающие вообще в этом процессе. Вот к этому хотел спросить. Был я в Эмри, вот буквально неделю назад, и там свои винодельни, своя там винодельня, свои виноградники, и там один из их, одна из линеек выпущена искусственным интеллектом. Да. И все контролируется от начала до конца, вот момента выбора лозы, и заканчивая, то есть, да, там... Это уже не резиновая женщина, это уже какая-то металлическая женщина. Я попробовал, ну, какая-то бурдень, вот на самом деле. Но они по 3000 рублей берут, между прочим, за бутылку, выращенную искусственным интеллектом. Как-то к таким вот экспериментам относится. Ну, блин, у нас сейчас искусственный интеллект везде, а я считаю, что вот в вино и в ресторан желательно не пускать искусственный интеллект. Все-таки это искусство, да? Потому что это основано на людях. Это ревесло. Люди это делают. Самое главное. Это действительно в основном ремесленники, артизаналы, и люди земли, которые чувствуют землю, чувствуют природу и передают тебе не просто бухлишко, там, винишко и что-то такое, а передают тебе часть терруара, часть земли, часть истории людей, часть семей и все такое. Понятно, что есть дерьмовые вины, которые сделаны там технологически, просто чтобы продавать и занимать полку там нижнюю в супермаркете, а есть действительно крафтовые, роскошные, там, крутые вины, не обязательно самые дорогие. А когда искусственный интеллект, ну, что, он может как-то вино попробовать? Ну, не знаю, я не уверен, что он может это все понять и сделать как-то полезно, ну, и вообще как-то съедобно. То есть, да, у него есть там какая-то, наверное, там, база пересечений, сортов, в пропорциях и, типа, готовый известный результат. Но по факту, мне кажется, люди должны делать такую вещь. Вот, кстати, в Европе интересное такое тоже, я замечал, в Скандинавии уезжаешь, Норвегия, ну, Норвегия прям вообще сильно выделяется. Практически в любой ресторан приходишь, такой, даже до уровня какого-то среднего, винная карта просто бомба. Я всегда просто тоже поклонник шампанского, я всегда начинаю с этого и просто читаю. Во Францию приходишь, если там куда-то не забрел какой-то, просто какой-то, ну, влевый ресторан просто зашел. Там просто влево заходишь, такой, ба-бах, 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 двор. Это культура просто, я просто не могу понять. И это практически как бы везде. И причем как бы многие ребята говорят, что это, ну, как действительно тоже это замечали. Если мы говорим, опять же, про шампанское, но это мне итальянцы говорили. Если, говорит, ты по Северной Италии едешь, это тут благодаря одной компашке какой-то, или на торговой, реально смотришь такие шампанские, которые во Франции, их просто спрашиваешь. Нету, нету, нету. Все итальянцы очень круто продают шампань, и у меня даже складывается иногда ощущение, что они не верят в свою, там, Франчикорту и остальные игристые вины, и продают шампань. Ну, и правильно, девушки не верят. Ну, это разное, это нельзя, мне кажется... Скандинавы, это, наверное, такой парадокс, потому что у них своего виноделия-то особо нету. Нету. Хотя я пробовал когда-то датское вино из сорта Ронда. Но у них вот это все Нордик, фермеры, там, нулевые километры, и все-все-все, вот это вот у них сильно развито, поэтому они стараются винно такие пропагандировать, не которые на полке стоят. Вот. А которые ты к нему должен ехать, к черту на куличке, там, околачивать его там неделю, чтобы он тебя принял, потом там тебе эти 12 бутылок отписал, вообще сказал, типа, я не знаю, может, через 5 лет это еще дам, и вот у них как-то вот такое развито. Потому что свинишка там прям такое, действительно, оно, ну, прям редкое, туда прям можно как это, как винный туризм даже делать просто, потому что понимаешь, что такие вина ты во Франции не найдешь. Ну да, но вопрос, что иногда такие рестораны, они как бы этим спекулируют, и они продают какие-то ноунеймы, там, типа, да ты что, это же там какой-то там Пьер, какой-то там, ну, не Ришар, но тоже очень типа крутой, бутылка 500 евро, а ты нигде ее дальше не видел, ты открываешь там VineSearcher, Vivina, ничего не находишь, такой, ну, типа, блин, 500 евро, вот говорят, очень круто, ой, винодел, потом сидишь с умным видом, типа, да, очень вкусно. А вообще вот эти вот, которые рейтинги, ну, вот всякие поисковые, ориентируются на них, имеет смысл или... Ну, Vivina я не люблю, и у меня один день это приложение стояло в смартфоне, я скачал, посмотрел... Ну, там вот этот парк какой-то знаменитый, там, и прочее-прочее, вот эти все вещи. Ну, я вот пользуюсь VineSearcher, VineSearcher хорошая тема, если еще до версии Pro его заапгрейдить, там ляпов я за, там, 8 лет использования не встречал. Очень удобно, ну, все на иностранном языке, и вообще там все рейтинги, все расписано, комментарии, когда лучше пить, там, вообще замечательно. Ну, вот, а Vivina это такое, такая алкосоцсеть, там все постят, типа, что я пил, что как пил, баллы какие-то ставят и все остальное, ну, это ставят баллы и серии, вот я, ну, это у меня классическая просто шутка, я говорю, там, Vivina... Такое белое-красное. Vivina, может быть, и профессионал, который вину ставит, там, 5 баллов и пишет, там, великая послевкусие, нереальная, там, ароматика, и, блин, домохозяйка из Таганрога, которая такая, типа, шмурдяк, и все, и 2 балла. Ну, вот, и ты не можешь ей сказать, типа, тебе нельзя скачивать это приложение. То есть... А то, может, он шмурдяк. Ну, вот, да, потому что она считает, что это шмурдяк. И смотришь нормальное вино, у него оценки, там, кто-то ставит 5, кто-то ставит 2 балла. А, кстати, тоже прикол такой, здесь в ресторанах, ну, тоже вся эта история, ну, перекочевала, как бы, наверное, с Европы, там, в ресторан приходишь, открывают, налили, пробуйте. Ну, как бы, тут же это не работает. И я такой, давай другую. Ну, вот, ну, вот, вот. Я говорю, как, тут же это не работает? Вот есть желание поразвлечься, там, сходить в 5 ресторанов и посмотреть на реакцию смелее. Не, ну, как, потому что, ну, там, всякие... С первого выгоня сразу, я думаю. А с чего выгоня? Ну, вот, говоришь, не нравится. Не, не, ничего. Здесь это все пройдет? Ну, не пройдет. Не пройдет, да. Если ко мне так прийти в ресторан, я скажу, типа, не-не-не. Я, во-первых, не открою бутылку сначала. То есть, у нас все эти проблемы связаны с недостатком общения между смелее и гостем. Потому что все вопросы вообще, которые в ресторане могут быть встречены, они из-за недостатка либо общения, либо из-за недостатка информированности. Вот у меня все время, если мы от вина абстрагируемся, меня все время бесит, когда я в ресторане заказываю стейк, а мне его приносят порезанным. Я ненавижу это. Я люблю, чтобы мне, во-первых, чтобы я увидел, что стейк целый, а из него самые лучшие части на кухне не остались. Ну, знаешь, ты профессиональный человек просто, ты знаешь все эти. Но тогда я должен приходить в ресторан, заказывать стейк и сам говорить, стейк не резать. Или спрашивать, а вы режете или не режете. То есть, они, с другой стороны, могут сказать, мы стейки там подаем в резаном виде. Не из-за того, что они как за младенцем ухаживают, типа, что ты сам порезать не можешь и нож не дают, что ты там кого-нибудь пырнешь. А что просто у них такое правило. Я тоже не понимаю, зачем. Может, чтобы прожарка была видна. Такая же история там в вине. Человек приходит, винную карту взял, там тысячи позиций, тысячи цен. Он там что-то нашел какую-то подходящую, тыкнул. Нет, правильно заказывать второе по дешевизне. О, есть такие правила. Это очень крутой. Есть ролик во всех там разрешенных и запрещенных. Так-так-так, второе. Second cheapest wine. А, ого. То есть, когда ты говоришь, типа, I want cheapest wine, типа, самые дешевые все такие. А когда говоришь, типа, second cheapest, то уже как бы не обижаешь. Не обижаешь никого. И вот человек заказывает вино, и сомелье может первый вопрос задать там. Вот вы заказали это вино, вы знакомы с этим вином? И ты уже говоришь, да, нет. Потому что ты, может быть, искал вино, которое... Сразу вопрос. Вот реально сомелье, вот винная карта, ну это, ну хорошо, тебе верю. Но вот в ресторанах, вот винная карта есть. Сомелье прям совсем знаком. Ну, он должен, в идеальной версии, он должен быть с этим знаком. Вчера зашел какой-то ресторан, блин, какой-то, Рика худная, не знаю, там-там. А реально, блядь. Там такие, блядь, цены, блядь. С 37 тысяч начинается, блядь, и пиздец там. И я прям вижу по нему, он даже, как это, как это, первая там по-английски, как это, самая дешевая за 37. Он тоже не пробовал. Нет, это вопрос к сомелье. То есть, по-хорошему, винная карта в ресторане – это дипломная работа сомелье. Он должен ее вот пережить через себя, не только там из экселевских таблиц напихать и потом там цены надбавить. Он должен все эти вина знать. И там понятно, что он, если ставит винную карту там Петрюс за полмиллиона рублей, это не значит, что ему виноторговая компания должна привезти Петрюс и сказать, Анатолий, ну вот ознакомьтесь, чтобы вы потом знали. С какой бутылки выпитого Петрюса он будет знать Петрюс? Вот я хотел сказать, что здесь же тоже эта вся история у меня прям забавляет, потому что, ну как бы, ладно, Петрюс это как бы, скажем так, ну 4 штуки стоит, окей. Там чуть даже подешевле. Да мне кажется, надо как-то так прям не один ящичек его долбануть. Да. Вот. Чтобы реально что-то по нему можно сказать. Им-то всем там налили. Ну что, понял? Понял. У нас вот в этом проблема профессии сомелье. У нас очень мало платят сомелье на тот уровень, который они обеспечивают, выручки в заведениях. И очень мало сами сомелье тратят деньги на саморазвитие и на самонапаивание. Так это денег не хватит. Ну блин. Вот у меня основная статья расходов – это рестораны и вино. Если я хочу это знать. Если я буду вот так вот сидеть и ждать, блин, когда же я попробую вот селоса-то? Когда меня пригласят на бесплатную дегустацию селоса? Когда? Когда? Селоса. Я 10 лет сижу и жду, когда аж бесплатная дегустация? Да пошло он в жопу, блин. Ну да, 500 евро, жалко. Ну зато там найду нормального человека, скинемся по 250, купим и выпьем хорошенько вот по полфлакона селоса. Ну а если сидеть, это у нас серьезно, очень низкий уровень напитости сомеле премиальными винами. Вот это вот все базовое, и особенно шмурдятину, они все знают. Все знают. А когда ты говоришь там, типа, блин, мне человек звонит один раз из нормального ресторана, говорит, что надо на языке сомеле сказать, чтобы он понял, что я не буду пить это испорченное вино. А он сидит, пьет Шатоли Лавиль Ласкас 86-го года, это Бордо Сан-Жульен, шикарный год, шикарный замок. Вот вино с пробкой испорченное, сомеле, говорит, это особенность года. Так, в смысле, я хотел сказать, что гость говорит, что она с пробкой. Да, а сомеле, говорит, это особенность, это особенность года, говорит, в 86-м году вот такое было. Вот, 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 и здесь начинается драка или как? Не, ну здесь, ну как бы, здесь не надо драться. Не, 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 потому что у нас реально, ты, у меня сам таких ситуаций был, ему говоришь пробка, он говорит, сейчас узнаем, блядь, берет бутылку, он понес во-первых, блядь, наверное, там в всей кухне нюхают блядь. Да, ну. Потом приходит, говорит, никто не жалуется. Это реально. Даже грузчик, даже грузчик сказал, даже грузчик сказал, отменное послевкусие. Никто не жалуется, ты такой сидишь и думаешь, да ебтого мать, да что же это такое? Не, это история такая, что как бы, ну, все можно решать конфликтом, но можно как бы сказать, типа, давай сюда менеджер. Придет менеджер, ты скажешь, я сомневаюсь в компетентности вашего сомеле, я вино там пью каждый день, был, не надо даже эту историю рассказывать. Я считаю, что вино испорченное, некондиционное, там, с пробкой, окисленное, с уксусом, что угодно. Вот, типа, сомеле говорит, что нет, я не буду пить это вино. Если там менеджер начинает, да вот, вы обязаны, ты говоришь, блин, идите все в жопу, встаешь и уходишь. Вот, потому что и больше в это заведение не ходишь. Потому что это то же самое, что... Потому что сейчас туда уже не пускают. Да и слава богу. Да и слава богу, блядь. Да и слава богу. Ну, потому что вот серьезно, там, приходишь в заведение, заказываешь бокал вина, приносят бокал с пробкой. Ты говоришь, блин, вино испорченное. А, ну, знаете, блин, до вас три бокала из этой бутылки выпили, никто ничего не скажет. Я говорю, ну, это не они, молодцы. Я говорю, это не та ситуация, что трое против одного побеждают. Я говорю, здесь как бы одного моего мнения достаточно. То есть, там, не надо какими-то регалиями мериться и там, и драться, и что-то такое. Здесь просто надо делать выводы. То же самое, как если приготовят еду невкусную. Ты говоришь, ну, вот я всегда просто говорю, какие проблемы в вине, такие же проблемы на кухне. Ну, с едой, на самом деле, это как-то уже работает. Реально, с едой, да. Ну, да, ты говоришь, я это не буду. Да, вкусно, это унесли. Ну, вот, все, вино тоже невкусно. Не-не, это я понимаю, там, когда, я говорю, там, заказываешь винишко там за тридцатку, там, ну, там просто это прямо реально какой-то цирк дюселей. Там все расскажут, что оно вкусное. И ты такой, ну, как бы, один выход, ну, типа, да пошли, и ты пошел. Ну, как бы, ну, это, понимаешь, что это не решение такое. Здесь история. Я сначала расскажу там с позиции сомелье, потом с позиции гостя. Потому что я и на той, и на другой стороне бываю. Заходишь в ресторан, там, знаешь вино, заказываешь его, тебе приносят, показывают, ты говоришь, да, это вот оно. Открывают, оно некондиционное, ты говоришь, не нравится. Или, например, ты заходишь, говоришь, я вот сегодня не хочу сам выбирать, предложи мне вино там мощное, сочное, комплексное, там, за 25 тысяч рублей, или за десятку, или за пятерку. Да неважно. Желательно из Италии, но можно и откуда-то еще. За пятерку только собираю. Допустим, ну, допустим, ну, допустим. Ну, потому что даже в этой ситуации бывают факапы. Там, выпил какой-нибудь, зашел, выпил бутылку за десятку. Говоришь, давай следующую красную, там, на твой вкус, в этом же бюджете. Потом в счете смотришь 15. Ты говоришь, ну, блин, это ни хера не в том же бюджете. 10 и 15, это плюс 50%. Ладно бы, если бы это было там 250 тысяч, и потом 255. Это в одном бюджете. И тут уже говоришь, как бы, ну, типа, я не собираюсь плюс 5 доплачивать. Я сказал, в том же бюджете. Ну, край там 11 тысяч. И то тоже это, блин, 10%. Сделай вот прям четко в том же бюджете. Понятно, что там надо адекватно приходить в заведение и говорить, хочу шампанского, трехлитровую бутылку за полторы тысячи рублей. Тебе скажут, выход там. Не-не-не, это понятно. Но общение, вот оно должно быть. То есть, ты либо обозначаешь честно бюджет, либо общаешься с эмеле. Типа, вот хочу такое-такое-то, вот обычно пью такое-сделай мне подобное, что-то еще. И проблема с эмеле, это тоже, типа, с эмеле думаешь, что к нему с эмеле ходят. Типа, гость там назвал вино или там пальцем ткнул в винный картин, ну, значит, он его знает. Типа, я ничего не буду спрашивать. Типа, я просто приду, открою, налью, скажу, пробуйте, он мне скажет, не нравится. Но если вначале спросить, знаешь вино или не знаешь, здесь либо гость говорит, знаю, тогда как бы условно вопросы сняты. Говорит, не знаю. Ты говоришь, это вино насыщенное, терпкое, богатое, комплексное, мощное, там, тонинное или там кислотное, резкое, колкое. И гость там либо тебе говорит, да, либо говорит, не, я хотел другое. И все, и уже как бы бутылка не открывается, уже проблемы потом не будет. Поэтому там такая же история у меня там была, один раз мы сидели в компании, пили вино, ну, сначала заказали там три или четыре бутылки, потом в счете смотрим, там, пять-шесть бутылок. Говорят, а что пять-шесть-то? Он такой, ну, вы, типа, вы так пили, типа, мы не хотели вас отвлекать. Отвлекать, да-да. Я говорю, охерели, блин. Не, ну, вы как бы можете нас по-прежнему, вы можете нас по-прежнему не отвлекать, но вот все следующие бутылки оплачиваете вы сами. Мы будем так же сидеть, весело фотографироваться вам, гостей зазывать, вообще изи. Но платить мы за вот эти просто принесенные бутылки мы не собираемся. Как бы, ну, рестораны, они зачастую просто тебя воспринимают, типа, ты тут сам все знаешь. А если я сам все знаю, еще и умею приготовить, да нахер я к тебе пойду тогда. Пойду, абсолютно верно. Я дома бесплатно практически открою это вино, сам приготовлю, сам съем, сам, ну, да, ладно, сам уберу. Ну, я молодец, сэкономил себе полтос. Так что рестораны иногда вот забывают, что надо и общаться, и сервис как-то показывать. Ну, это сервис и какое-то незнание, и боязнь, мне кажется. Мне кажется, все равно какой-то мандраж есть у людей, когда там человек... Хотя, с другой стороны, ну, я не знаю, там гости часто так шалят просто. Просто если там утрированная, там, нижняя планка, там, вина начинается, там, допустим, с шести, а человек, там, в принципе, заказывает уже с тридцати тысяч, ну, как бы, есть предпосылки, что, наверное, человек, там, что-то понимает. И это бывает просто... Да нет, ну, а с какой стать? Или он просто цифра тридцать нравится? Нет, ну, просто вот он привык тратить на любые элементы не ниже тридцать. Тридцать. Я люблю таких гостей, которые мне говорят иногда, знаешь, там, нормальное вино от сотки. Я говорю, вообще супер. Я говорю, у меня тут еще супер нормального подвезли. За две сотки. Я говорю, не хочешь? Вот. Поэтому у каждого свои, как бы, привычки, за сколько ты покупаешь определенные вещи. Я понял. Поэтому это вовсе не показатель, что он, ну, если он взял за тридцатку, типа, он разбирается. У него просто вот, ну, желание, там, в ресторане за обед сто потратить. Я понял. Если он будет сто тратить винами по две тысячи рублей, ну, его надо будет в этой же ванне вина вывозить. Вывозить. Поэтому просто, просто привычки потребительские. То же самое не значит, что там человек, который заказал, там, какое-нибудь замороченное особенное вино, что он его прям знает. Он зашел и говорит, мне там бутылочку Дидье Дагино. И такой, ой, это эксперт пришел. Да нифига, может он вот кое-как там с горем пополам прочитал эту строчку. Увидел просто любимую его там цену 27800 и такой, вот это возьму. Так что, это основная проблема, что сомеле думают, что к ним сомеле ходят. Ну, как бы такой эксперт. Ну, и вторая проблема, что у нас уже настолько высокий уровень потребителя в вине, что зачастую... В вине мы нормально. Что зачастую сомеле нужен только, чтобы он штопор принес. Потому что иногда он там стоит, что-то, простите, дрочится там. Ты говоришь, дай сюда, блин, уже, ну, серьезно. Ну, уже я не могу на это смотреть. Нет. Я говорю, пока ты эту бутылку шампанского откроешь, я говорю, я уже слюной и зайду, да. Поэтому, я говорю, это вот такая проблематика, что очень стал хорошего уровня клиент. Клиент. Что иногда прям ты так, типа, нифига себе начинаешь кряхтеть. Поэтому, ну, это вот, я серьезно говорю, проблема основная из-за недооцененности профессии. Конец первой серии. Вот в таком формате, видите, причем как бы там процентов 10, что хотели. Дальше отлично. Спасибо огромное. А что, мы все? Все. Я с таким наслаждением слушаю. А мы, на самом деле, просто раз за два еще увидимся. Где-нибудь, может быть, в октябре, и я бы хотел еще там забиться, может быть, первых числах декабря, в связи с тем, что там праздники начинаются. И там, может, про шампанское как раз там потрендим. Ну, хорошо, изи вообще.